добрый день уважаемые друзья добрый день коллеги партнеры рад вас видеть сегодня на дневном вебинаре в принципе я не зря поставил песню макаревича которая сейчас звучала перед начала нашего вебинара потому что ну как сказать она такая жизнеутверждающая увидели кадры которые сняты в клипе то есть как говорится в песне не ждать конца в часы уставить взгляд тогда и на краю свободно дышишь да а пулю что найдет тебя ты не услышишь а остальные мимо пролетят это кстати напрямую касается непосредственно этой деятельности которую разворачивают ноги наши партнеры по партнерской программе компания skyway crypto потому что мы по сути дела как клипе было сейчас показано мы с вами живем в мире людей да мы эту информацию даем людям сколько людей столько мнений вы слышали такое мирное выражение да очень важно если у вас открытое сердце если мы с открытой душой идете с информации о нашем проекте о проекте группы компаний skyway технологии линицкого возможности зарабатывать деньги сейчас возможность стать инвестором и в недалеком будущем получать серьезный доход от тех дивидендов которые вы будете получать с прибыли компании различных адресных проектов вы знаете найдутся те которые за вами пойдут помните да там было произведение господина гюго и там был гаврош до который там размахивал флагом на баррикадах французской революции так далее так далее то есть всегда найдутся последователи да у нас к счастью наверное не нужно вырывать сердце из груди и как данка и освещать дорогу там среди леса до чтобы люди за вами шли а потом когда вы вышли на опушку этого леса силу вам закончились сердце перестало биться и упали всего этого делать не надо вы простые люди вы такие же как все у вас красная кровь вы живете там в том городе в котором живете может быть ваш город небольшой может вообще не город да на помине вокруг вас живут люди которые принципе если так вот рассмотреть в простом понимании вопроса жизни которые хотели бы иметь немножко больше чем у них есть которые хотели бы быть здоровы которые хотели бы воспитывать детей да скажем так более комфортных условиях чем например выросли они которые хотели бы путешествовать которые хотели бы добиться в жизни чего-то вы знаете огромное количество людей живет в этом мире и даже простое спасибо порой для них это уже много да мало кто на них обращает внимание мало кто говорит что каждый человек если обильности взять это минус от мужского либо женского рода да это человек который достоин того чтобы добиваться успеха в этой жизни что все что в этом мире есть она создана и для вас в том числе к сожалению система образования системы там не знаю обучение которое существует большинстве стран в базисе этой системы обучения практически отсутствует то что с детства человеку говоря что он может добиться все я помню детском саду скажем так ну тогда у нас было государство какое то есть ходили строим то есть не выделяясь не отбиваясь от коллектива там и так далее так далее какие-то индивидуальные навыки и прочее не сильно стремились развивать потому что должно быть скажем так коллектив которым можно было бы удобно управлять да вы знаете мало что изменилось и на западных просторах это то же самое но может быть за исключением там какого-то небольшого количества стран типа японии сингапуру может быть там израиля финляндии где система образования системы обучения совсем другие вот еврейские семьи да где еврейские мамы говорят своим детям что они самые замечательные сожалению нас часто сталкиваешь ситуацию что внутри наших семей как раз таки обратная ситуация ребенок хотел бы чего-то родители бред да куда ты лезешь да у тебя ничего не получится посмотри там те которые там занимаются насколько там они сильнее умнее выше там либо меньше либо еще чего-нибудь чем ты всегда находится повод для того чтобы отговорить ребенка чем-нибудь заниматься только по причине того что в семье отсутствуют деньги в семье отсутствует время для того чтобы ребенка отвезти туда где бы он хотел развиваться но ведь правда кто считает что это так просто можете подтвердить там пятеркой то что вот я сейчас говорю но для того что всего этого не было для того чтобы люди могли добиться успеха в этой жизни при жизни сейчас там и воспитывать детей самим добиваться много до существует партнерская программа нашей компании вот она очень простая она не требует от вас сверху силе она не требует сверху на да потому что многие люди к сожалению получив обычное образование даже у часть на пятерке считают что они скажем так не способны чего-то освоить они не специалисты в мире финансов они не специалисты транспортной отрасли вот они не знают там сопромата возможно да потому что всю жизнь занимался гуманитарий да там не знаю языки знают 10 языков толку правда от этого нет работы где-нибудь там сторожем в театре да либо выдает одежду смог устроиться и так далее так далее вот всего того что какие-то супер знания для того чтобы развиваться по нашей партнерской программе по большому счету не надо вот у нас сегодня такой день еще немножко необычный я может быть много говорю без привязки к той же партнерке ну наверно потому что еще эмоции да переполняет крут как говорится если среди вас те которые слушали репортажи с выставки которую называлась интеллектуальной транспортной системы россии 2017 которые были вчера и позавчера есть такие есть плюсики поставьте есть да знаете коллеги я в принципе вот процессе до жизни в компании skyway в проекте юницкого три с лишним года то есть это с июля 22 июля 2014 года я не был на большом количестве мероприятий я не был на мероприятиях которые проходили непосредственно за рубежом крупные мероприятия типа инотранса до рэвэ тех 2017 и так далее но могу сказать по тем трем мероприятия на котором на которых участвовал сам то есть то что прошло перед моими глазами то что я скажем так мог выхватить чувством сердцем там руками с кем-то пообщаться и так далее первое из них было это инотех 2014 если среди вас есть кто-то помнит это просто поставьте цифру к 1 это был была осень 2014 года это бывшая производственной площади завода под названием москвич помните а злк до автомобильчики бегали такие 408 412 403 поначалу был 401 москвич ну к сожалению сейчас территория этого завода заметно уменьшилась до многие вещи почили в бозе как говорится хотя вот я помню советские времена даже инженеры и конструкторы данного завода гордились тем что москвичи выходят с равными двигателями которые в принципе не уступали многим европейским был такой да в истории нашего народа как говорится то есть у нас было много замечательных вещей так вот выставка на инотехе она была такая что вот отдельный какой-то уголок да был выделен для говорится фантастических либо инновационных каких-то составляющих потому что сам павильон этой выставки был громадный там очень много места занимала компания например huawei да которая вроде бы как и не наши но тем не менее там был глонасс который там занимал немеряное место там были области различные которые представляли скажем так там были китайцы рядом с нами которые как раз представляли высокоскоростные железнодорожные магистрали до них строили и я как сейчас помню на ту выставку у нас спустили только с обеда хотя мы были заявлены как сотрудники да вот только потому что на выставку должен был прийти премьер государства российского господин дмитрий анатольевич медведев ну личность известная нормальный мужик принципе который наверное душой хочет чтобы страна развивалась может быть чего-то не знает может быть что-то не умеет но по крайней мере трудится в нашем на наше благо все-таки отдадим должное рабочий день и ненормированный так далее так далее так вот его ждали на выставку где-то часа на четыре и он был запланирован 10 утра до двух и сказали что там фсб и прочее что пустят на стен только по одному человеку максимум по да да и у нас были два человека на стенде был директор по развитию на то время была ольга олегникова вот и сибиряков там ждали что придет медведев но медведев был на выставке тогда ровно 10 минут он зашел с большой делегации китайцев дошел до павильона как раз высокоскоростных железных дорог потому что именно скажем перед инотехом прошли переговоры с премьером китая там шел разговор о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали до казани помните такой проект был кстати да мы о нем поначалу жужжали говорили о нем писали вот три года прошло никакого строительства не началось ни что там еще нигде не не роется ничего то есть денег не выделили инвесторов крупных не нашли ну и китайцы видно скажем так пошарились вокруг видишь что русские очень долго думают и пока строит высокоскоростные железнодорожные магистрали там где люди думают быстро да русский как говоря помните долго думают долго запрягают на быстро едут вот на этом мероприятии тоже про это сказать далее следующее мероприятие которое было да и в принципе там на инотехе мы были действительно в углу забиты у нас стояла плазма у нас были скажем так буклетики маленькие там кто-то из вас может быть и помнит с кратким описанием технологий да и больше нам показать то было нечего рядом стояли ребята с членом виртуальной реальности до который скажем так одели наверно все сотрудники которые были на этой выставке приходили и смотрели что это такое очки окулюс о которых мы тоже рассказывали вот кстати в этих очках я посидел на второй выставке которая была год назад декабре которая называлась транспорт россии 2016 но мне понравилось потому что в тех очках я летал над крымским мостом там было 8 участков крымского моста виртуально да я мог смотреть что где построено слева черное море справа азовское море красота вот чему это говорю то есть на первой выставке мы были где-то в углу нас никто не видел вообще к нам благо тому что у нас мы объявили приходили инвесторы которые зарегистрированы в москве там создавали ажиотаж да но интересовались какие-то мимо пробегающие гости которые бежали совершенно другие павильоны оставляли какие-то визитки так далее то есть тогда это все было фантастично тогда это было все в рамках знаете фантастика на втором этаже то есть библиотеки далее транспорт россии 2016 конечно это был скажем уже событие потому что мы находились на павильоне слева у нас там был рос транспорт надзор до транспортный надзор справа у нас был как раз таки минтранс российской федерации с демонстрация вот этого моста который строится в крым и прямо напротив нас была рос авиация ну между ними скажем так закисались как говорится у нас там были уже действующие модели перед нами конечно прошло три мероприятия это был инотранс да на котором громко заявили о себе вот второе мероприятие которое было это транспорт и логистики 2016 беларусь да с посещением вице-премьера республики беларусь нашего стенда вот и третье мероприятие был белорусский энергетический экологический форум на который кстати министр энергетики беларуси сказал что мы вам окажем полную поддержку хорошо что вы развиваетесь вот этот форум уже да вот 3 на котором мы были то есть на том мероприятие к нам подходили губернаторы выполнить да интервью с господином морозовым и не только то есть были специалисты мира транспорта были скажем так коллеги уже из смежных транспортных отраслей железные дороги авиации так далее которые подходили рисовали задавали вопросы брали буклеты там и так далее так далее так далее вот телевизионные каналы да когда приезжал могилёв 2 еще целый ряд там телевидение то ли московского политеха то ли университета часа не вспомню который тоже снимали отдельный сюжет и у себя там где-то в сети показывали и так далее так далее вот это мероприятие да но чем отличалась от предыдущих двух потому что на предыдущие двух был открыт доступ ну просто гражданам до которые скажем так и имеет время которые могут зайти в интернет заказать себе бесплатный билет прийти и посмотреть все что есть павильон здесь же скажем это был президент отель кстати фотографии уже новости увидели да вчера позавчера уже выкладывал рсв дублировали новости на скале капитале и так далее вот это мероприятие было закрыто это мероприятие было по сути дела для специалистов назовем тогда там было восемь экспонентов всего вот я сейчас пока когда вчера заканчивалось мероприятие уже после того как 16 вышел на связь последним репортажом с кириллом бадулиным я понял что когда мы заходим вот этот павильон который был он круглый был такой да мы находились прямо по центру то есть у нас будет центровое место вот и наверно не случайно потому что остальные компании они все классно они тоже предлагают решение различные технические инновационные моменты но вы знаете в каком преломлении преломлении того как улучшить то что есть сейчас да пробки плохие дороги как скажем так вот возле плохих дорог сделать хорошую информированность там чтобы были красивые электронные какие-то табло которые могли что-то писать до чтобы вот это линии телеметрии волоконно-оптические линии связи были проложены вдоль дорог и так далее так далее так далее но большинстве своем все что предлагалось там технические решения глонасса которые сказали что нужно контролировать там вплоть до миллилитров сколько топлива да и расходового какое-то транспортное средство которое вышло на линию в каком-то транспортном предприятии которые контролируются там администрации такого-либо населенного пункта либо области либо города и так далее так далее то есть все это можно сделать большинстве мест это делается не как когда еще не началась выставка когда еще не начинался обход министром соколовым своих владений как я сказал мороз воеводу дозором обходит владения свои как наш великий поэт русский вот я глонасса сам подошел искал друзья скажите вот вы там там во все это ваше время да я живу в одинцово подмосковье два с лишним года назад когда громко заявили что два нас у нас будет везде и каждый скажем так пассажир который захочет уехать с автобусной остановки будет иметь полную картину через сколько минут подойдет его автобус номера автобуса будут написаны и так далее то есть вот под этот шум видно были выделены большие государственные средства вот я видел как это работает в москве это региона да то есть там на пересадочных пунктах там реально это видео но у нас в одинцово повесили красивые табло и там была надпись что это идет тестовый режим там и так далее так далее сейчас время такое то давление такое то температура там такая то и прочее прочее информация какой автобус приедет нет да то есть хотя они приезжают уезжают и когда для того чтобы это было предприятие которое начинает заниматься реализовать эту систему должна быть четкий план такое количество транспорта выходит откуда как они будут ездить маршрут до время отправления откуда и дальше идет контроль соответственно над этим надо просто потрудиться дать эту информацию она будет себя введена в систему и пожалуйста так вот эти табло поработали где-то пару месяцев да вот и потом они показывали только время и вот уже год с небольшим они висят на каждой остановке в моем городе но они темные я в ребятам искал друзья ну вы как вот у нас вязание там все хорошо это реализовано вы знаете если вы разместили табло пониже то пенсионерам которые ждут скажем так муниципального транспорта было бы удобно вешать сумки и ставить на них хотя бы какая-то польза была вот и сутки буквально там были сессии различные до выступали чиновники выступали специалисты там транспортной отрасли выступали специалисты отделов айти там целого ряда компаний которые предлагали как улучшить там использовать систему глонас для того чтобы транспорт у нас работал как часы ну как бы такая тематика в основном да и тут мы мы по центру и мы с новой технологией и вы знаете очень приятно удивило либо скажем как поразило то что с первой же минуты как мы там появились да там журналисты же были вот а когда я ехал на данную выставку я от 7 утра включил наушники иногда слушаю там новости и так далее по радио есть там передают уважаемые друзья там сегодня вот события в москве такие такие-то сегодня открывается транспортный форум под названием инновационную интеллектуальной транспортной системы россии будет президент отеля и так далее так внутри так я туда еду вот я зашел мы разложили скажем так свою литературу свои буклеты я сейчас вам еще покажу вещи которые но где-то уникальные да вот то что я вчера особо не светил не буду показывать фотографии которые там сделаны там пресс-релиз выпущен до который нас разместили по сути дела мутам вторые либо третий после начала о том что есть такая технология там денис кирилл бадурин рассказал о том что мы себя представляем кстати за два дня они взяли там два интервью потом сайт который занимался информационным сопровождением данной выставки да то есть там информация должна быть выделена это джейком так называемую структуру нас пригласили вот такой у меня был бэйджик нас пригласили участвовать целом ряде форумов которые будут состояться в ближайшее время единственно конечно мы не можем сказать будем ли мы там потому что решение вы знаете у нас принимается в минске потому что в питере будет интересный форум который посвящен транспортной инфраструктуре да то есть это всякие скажем так решение пассажирских вокзалов там еще там исключение людей чем и прочее но это же наша тема кто со мной согласен просто плюсики поставьте что венецкий говорит у нас инновационная технология которая подразумевается под собой не просто рельсы струнную стакану не просто транспортные средства которые будут по ней кататься но это еще здание вокзалов здание пересадочных пунктов погрузочно разгрузочные терминалы и так далее так далее то есть это наши темы поэтому нас туда уже позвали будем ли мы там участвовать это ответы руководства причем в питере планируется две выставки одна из них будет с 8 по 10 число в ноябре 2 с 22 по 24 причем 22 по 24 там тоже интересная тематика касаемо дорожного строительства там инноваций сфере строительства дорог там и так далее мы в принципе тоже инновациям и тоже дороги только немножко другие люди привыкли видеть асфальт люди привыкли видеть какие-то бетонные плиты уложены да там и так далее тогда вот ну я про выставку все говорю почему вот уникальный у меня есть вещь их таких немного вы знаете да что последнее время очень часто виктор бобурин там руководство компании у нас посещает такую страну который называется индия помните куда когда-то господин никитин пешком ходил фильм был даже такой кто смотрел этот фильм поставьте цифру кладем когда наш купец до пропутешествовал пешкодралом через среднюю азию там пересек горы и пришел в индию вот хоть фильм очень интересно недавно вроде сделать какую-то ретроспективу там сделали его цветным те кто не видит посмотрите так вот посещая индию вы знаете про форум до которую там у нас новости были уже видео выложены так далее у меня в руках если вам видно видите газета файл меньше на экспресс вот эта газета который выходит в индии от 11 сентября до и в этой газете как вот вы знаете у нас многие люди читают как газету читают газету первую страницу до помните в советские времена а на последней странице у нас программы печатали там телевизионных каналах вот люди иногда ради программы покупали газету так вот здесь у нас на целый разворот на последней странице до индия беларусь фотография господина лукашенко да знаете такого президента республики беларусь вместе с премьером индии вот они здесь стоят газета на английском языке все подробно здесь написано то что он состоялся бизнес-форум да то есть скажем так хороший инвестиционный климат в индии и беларусь это что можно договориться и так далее так далее смотрите что идет сразу под президентом о чем идет речь в этой газете вот достаточно большая статья посвященная не много не мало струнному транскому знаете вот вам сложно узнать я дату сразу узнал давать я сейчас подвину вот как же его сложно узнать александр григорьевич собственно персоны вот вот такая газета который мне досталось скажем так наследство после данного мероприятия мне оставил кирилл бадурин и всего нескольких экземпляров то есть там несколько штук есть непосредственно в нашем официальном представительстве в городе минске до далее ну кирилл рассказал о том что филиалы открывается в индии в индонезии так вот технологии развиваются дает ощущение то есть мои личные да по восприятию информацию нашей технологии даже в последнее с прошлым годом они очень сильно изменились вот все коллеги которые были там ни один из них не сказал что это что-то какая-то утопия либо фантастика знаете те кто из вас слышал то что говорил министр транспорта соколов умерю да да я знакома в прошлом году меня знакомили единственное что то есть или скал данный сейчас проводим испытание приезжать но дай бог что приехал потому что после нашего обхода который был и после доклада на этом форуме соколов поехал скажем так на совещание путину и получил там по шапке вот по и внимательно следить за информацией кемерна услышали да то есть выставили неполное служебное соответствие за то что происходит в авиации то что у нас там компания димали оставила больше тридцати тысяч людей за границей которые хотят попасть домой но вот пока не могут потому что это авиакомпания перестала летать далее те люди которые подходили к нам непосредственно организаторы мероприятия там была создана ассоциация оказывал вчера да на выставке пресс-релиз где говорилось о том что создана первое кстати самое главное создана ассоциация цифровая эра транспорта вот в самом начале все это торжественно было объявлено и тогда вот эта цифровая эра транспорта как бы представители и заместитель директора и прочее они приходили к нам на стенд мы говорили где-то минут 30-40 на не задавали вопрос по технологию и кирилл отвечал я отвечал чем интересный разговор то есть они предлагают нового ребята мы начинаем активно двигаться у нас будет целая череда мероприятий до организована непосредственно данной ассоциации вот пока мы проводим в регионах и наша цель поднять регионы все новшества скажем мире транспорта вытащить регионы чтобы там дорожное хозяйство стало нормально вменяем и так далее ведь ваша технология нагрит инновационная на самый что ни на есть там удивительные так далее вот причем это человек который с нами разговаривал из ассоциации заместитель руководителя да он сам из ульяновска вот те кто знает что ульяновска для нас место в принципе такое достаточно знаковое тоже могут поставить сейчас ну какую-нибудь цифру здесь у нас в чате потому что губернатор именно ульяновской области 2009 году сергей морозов до представлял технологию господину медведеву на международной точнее на госсовете который был ульяновска вот и это человек сказал ты знаешь я что-то слышал потому что наш губернатор грито вас упоминал и буквально не так давно потому что он к нам 2016 году на транспорте россии подходил говорил обрадовался что мы живы и шла речь о строительстве дорог там от ваших аэропортов до центра города речь такая интересная и так далее тогда вот то есть интерес ну совершенно другой люди на нас смотрят уже не как на я не знаю знаете на негра среди скажем так просторов арктических среди помолок да либо наоборот то есть белых людей какой-нибудь далеком китайском селении где там белых людей то есть отношение совсем другое серьезно нас приглашают нас говоря что ребята да вы есть мы видим и так далее очень здорово что вы развиваетесь хорошо что вы представлены в россии потому что это российская ассоциация да и кстати все заводки из вас кто внимательно смотрят новости заметили одну очень интересную странность либо тенденцию которая стала появляться на белорусском телевидении вот в новостях белорусского телевидения беларусь один омп канала который мы видели да там и стс там было и так далее который уже про нас рассказывают напишите кто заметил изменения там одна фраза одно слово но на ключевой почти во всех новостях где сейчас говорят раскрытный транспорт да они горят наша белорусская технология наша белорусская технология которые инновационные которые скажем так шагает по миру и вот так далее так далее так далее вот это слово ключевое то есть уже скажем так в государстве где у нас сейчас происходит строительство этих на парках где у нас сейчас осуществляется сертификация транспорт и так далее на центральных телевизионных каналах совсем другое отношение посмотрите новости которые были по беларусь один там откатитесь два года назад когда вот весной первый раз там а мне не покоробило федор пусть они говорят что это наш главное чтобы скажем так палки в колеса никто не совал да и про всякие онлайнеры можно забыть теперь и вообще про них не вспоминать и не писать ничего про них и пусть там сидят и точат зубы на кого-нибудь другого грызут все ногти на ногах и так далее так далее понимаете да вот что важно для нас с вами итак коллеги это как бы вот эмоции это краткая история и так далее начинали мы с партнерской программы и в принципе к ней наверное подойдем смотрите мы перешли на десятый этап изменились условия скажем так инвестирования в плане того что вы получаете меньшее количество долей но вот скажите мне честно ответьте сейчас здесь нашим вебинарной комнате перестала ли инвестиция в наш проект быть выгодной если вы не согласны что она выгодно поставьте минус конечно не перестала быть выгодно до сих пор денежные средства от тех кто инвестирует минимальным до пакетом приумножаются в 20 раз а максимальные 175 подскажите мне сейчас какой-нибудь проект реально ну даже bitcoin до у которого скажем уровень дохода вырос за последние кому 23 года до но в 20 раз в 30 биткоин отлично растет но там те люди которые купили год назад скажем так они может быть нагрели состояние на этом но где-то в два-три раза да потому что уже год назад он бывало 1200 сейчас как нам доходил до пяти потом пану еще 205 но пусть три раза когда будет один к одному вы пишете выгодно да потому что мы начнем строить мы начнем расти и через какое-то время это один к одному изменится другой какой-то другому каком-то соотношению цифр да вот даже те кто могут купить потом один к одному если это будет один к трем вот он тот же самый биткоин но сегодня еще до сих пор те люди которые даже не обладают большими денежными средствами вокруг вас они имеют возможность приумножить свои деньги достаточно небольшой промежуток времени от 20 раз и выше поэтому я не хочу ни в коем случае говорить о том что какие-то другие проекты в млм-бизнесе какие-то партнерских программах они какие-то нет плохие то далее нет они все отлично да вы везде можете получить что-то какую-то выгоду улучшение собственного здоровья состояние вашей кожи там какие-то приборы пользоваться дешевле скажем так заправки на станциях много млм-поектов и так далее но вот такого многократного увеличения денег благодаря вашим сегодняшним инвестициям мы верны единственный проект которым я вот всегда говорю на партнерской программе где мы сначала остановимся с владельцами компании а потом начинаем получать доход от того что продукция этой компании начинает приносить прибыль понимаете да о чем я говорю вот это ключевое отличие от любой компании млм который вас могут пригласить потому что куда бы вас не позвали вас не будут делать с владельцами компании вы станете партнером вы станете человеком который потребляет услуги товары вам будут даже платить деньги дал нехорошие маркетные планы действительно за то что вы просто будете помогать этой компании закрепляться на вашем рынке но получать дивиденды да и воды какими упакетом долей девяносто девять процентов компании вам этого не предоставит у нас есть у нас это сразу вы сначала остановитесь владельцами потом вы начинаете двигаться по партнерской программе мы перешли на десятый этап хочу задать вопрос если сейчас комнате те кто вообще не слушаю информацию по партнерке кто может быть новый да только честно прошу поставки цифра 1 если вы это слушали не надо ничего писать то есть там греть мне сердце тем что вы пришли послушать меня и так далее а те кто есть впервые те кто не слушаю информацию честно напишите один потому что от этого зависит ну дальнейший ход я не буду отнимать много времени у меня нет такой цели да и наша партнерская программа по большому счету не настолько уж должна чтобы они долго говорить да то есть долго объяснять и так далее потому что самого донесения скажем так информации по партнерской программе если в ролик то она укладывается там пять шесть семь минут но ролик есть ролик иногда люди задают вопрос я вижу что два человека поставили цифру один поэтому давайте я пройду сейчас по квалификации нашей партнерской программы и предварительно отключу скайп чтобы он не досаждал своими звуками во время рассказа и так коллеги партнерская программа компаний да она подразумевает то что вы уже сейчас не дожидаясь выхода группы компаний skyway на мировой транспортный рынок на рынок инвестиций с теми долями которые вы можете купить вы можете зарабатывать день таким путем путем того что вы делаете каждый день точнее способом да я подразумеваю что вы все просто нормальные обычные вменяемые люди которые скажем так спят какое-то количество часов вот сутках которые кушают кто-то чаще кто-то реже до который куда-то перемещаются которые работают учиться либо что-либо еще делать то есть вашей жизни есть те вещи которые вам доставляют удовольствие вашей жизни происходит какие-то события которые греют вас изнутри которые скажем так украшают наш мир да вот в этом радуетесь и порой абсолютно непроизвольно вы делаете простую вещь вы кому-то что-то рекомендуете Есть ли сейчас в комнате хотя бы один человек, который никому никогда чего-то не рекомендовал, либо не пользовался еще этой рекомендацией? Если такой есть, то есть я подразумеваю, что он живет где-то в землянке, в пещере, поставьте минус. Если таких нет, значит я просто буду дальше продолжать, потому что, какие бы мы ни были, но хоть раз мы рекомендацией пользовались, и хоть раз мы кому-то что-то рекомендовали. Это может быть понравившийся фильм, это может быть понравившийся гамбургер какой-то отдельный, там закусочный, это может быть понравилось обслуживание где-нибудь на АЗС, это может быть понравилось что-то еще, это путешествие, все что угодно. Это шмотки, в конце концов, которые мы покупаем, меряем, кому-то показываем, смотри, да, такое себе платье сшило и где. Это парикмахерские, если мы говорим о женщинах, маникюр, все что угодно. Вы пришли, вам накрасили ногти особым способом, нарисовали там какую-то вещь, и вы довольны настолько, что просто ногти сами говорят вместо вас. Вы идете, и в метро женщины, которые видят, когда вы держитесь за поручень, вам завидуют. И кто-то из них спрашивает, а где тебе так нарисовали ногти? И ты говоришь, слушай, элементарно, вот у меня есть знакомая, которая рисует даже лучше, я тебя отведу еще в более лучшее место. Вот так это происходит. Я не говорю, что вы должны себе, скажем так, напялить куртку и написать на ней Skyway. Нет. Я не говорю, что вы должны все время ходить в бейсболке, которую можете купить у нас в магазине, и там всем тыкать нос и говорить, смотри, какая у меня крутая шапка. Но ситуация какая? Вокруг вас есть те люди, которых вы любите. Рядом с вами живут те, с которыми вы работаете. Рядом с вами живут соседи, с которыми я предполагаю, что вы все-таки еще общаетесь. Хотя я четко понимаю, что в моей жизни 20 лет назад мы знали всех людей, живущих в моем доме. Сегодня, скажем так, люди не знают людей, проживающих на этаже. Ну, такая картина. Вот это, скажем так, побочное явление интернетизации. То есть мы с родственниками вроде теперь общаемся каждый день, но тепла их руки и поцелуи на щеке мы годами не чувствуем, потому что мы сидим у себя, мы не выходим из дома, мы не ездим по причине того, что дорого. Кстати, наши технологии позволят все эти проблемы снять. Мы сможем мир смотреть не глазами Сенкевича, как когда-то говорил, говорили наши юмористы, а своими собственными, имея денежные средства благодаря партнерской программе, например, хотя бы так сухо, имея транспорт, который мы выводим, и быстро сможем перемещаться по скрылым рельсам из одного конца планеты в другой. Итак, коллеги, партнерская программа позволяет вам, делясь просто информацией о нашем проекте, сразу сделала одну оговорку. Очень будет здорово, если вы будете доносить информацию до тех, кого вы любите, друзей, знакомых, коллег по работе и так далее, не сами. Первое, это либо партнер, который вас пригласил в живую, он может жить где-то рядом с вами, и пусть он донесет за вас информацию, даже если вы доктор наук, технических наук, даже если вы трижды доктор в транспортной сфере, защитили, скажем так, диссертацию на каких-то присадках топлива, лучше, чтобы вместо вас рассказывал кто-то вашим знакомым. Либо используйте живые мероприятия, которые у нас проходят в городах и странах, в разных расписаниях это можно найти, либо интернет-мероприятия. Интернет-мероприятия, такие как презентация проекта компании Skyway Capitol, подобные мероприятия и целый ряд мероприятий, которые проводят лидеры бизнеса, это и Владимир Маслов, и Инета Анжина. У нас есть технологические, раньше называли вебинары, которые по-среду и прочее. Есть один важный момент. Если вы готовы эту информацию нести, лучше, чтобы за вас только делал другой, если уж сложилось так, что вы один в поле, старайтесь говорить об этом просто, не выдумывать. И возможно даже начинать беседу с людьми тогда, когда вы поинтересовались, а надо ли им что-то вообще в этой жизни. Почему мы говорим, что рекомендуем работать с людьми, которых вы знаете? Потому что с теми, с кем вы общаетесь, вы примерно знаете их проблемы. Вам не нужно быть волшебником и тем, кто скрывает болевые точки и давит на больные места у людей. Ни в коем случае. Не старайтесь быть каким-то разведчиком, психологом, задавать какие-то сухие вопросы, либо анкеты какие-нибудь заполнять и так далее, с теми, с кем вы близки. Потому что многие люди, я знаю, этого не рыбят. Но зная проблему человека и пообщавшись, допустим, вы давно с ним не говорили, но встретили его вчера, я вам рекомендую, не надо сразу кидаться, дергать его за руку и говорить, что давайте сейчас я предложу такую вещь, от которой ты не сможешь отказаться. Поговорите о нем. Чем он живет сейчас? Чем занимается? Как дети, если он у детей есть? Если вы знаете, что у него есть дети? А как учатся? И так далее, и так далее. Но в таком нормальном стиле. В обычной беседе, когда вы встречаете человека, которого давно не видели, вы ему задаете обычные простые вопросы. Вот если вы будете естественны и просты, как и без информации о Skyway, люди вам будут как эволации что-то говорить. А вы слушайте. Знаете выражение? У вас один рот и два уха. Не случайно. И чем больше вы будете слушать и внимательнее слушать, кстати, напишите мне, пожалуйста, здесь, кто является самым лучшим собеседником. Просто слово напишите. А я буду дальше говорить. То есть, если вы будете доводить эту информацию, слушать точнее внимательнее людей, то у вас появится возможность перезвонить правильно, Антон. Тот, кто больше слушает. Тот, кто не больше говорит, а тот, кто больше слушает. Так вот, если у вас, вы именно так будете поступать, у вас появится возможность перезвонить по телефону, пообщаться по скайпу, по какому-нибудь другому мессенджеру, в конце концов сказать, «Да, ты знаешь, ну вот поговорили классно, а как бы увидеться? Хочешь ко мне зайти там послезавтра?» Ты давно у меня не был. И человек вам скажет, «Может он прийти послезавтра или нет?» Он говорит, «Ты знаешь, наверное, не могу, потому что туда-туда». «Хорошо, давай в скайпе свяжемся там через 2-3 дня». «Да-да». Получите от него «Да». Просто «Да» на то, что вы спросили. И тогда он вам сказал «Да», по сути дела у вас есть, скажем так, разрешение его, вселенной, энергетической, и вы получили одобрение того, что вы ему позвоните. Для него это не будет какой-то неожиданностью, что вы к нему снова пристали с чем-то непонятным. И вот когда вы уже перезвоните, вы в принципе можете сказать очень просто, «Ты знаешь, мы с тобой пообщались, классно, что у тебя такие-таки изменения жизни». И ты говорил, у тебя здесь вот есть какая-то проблема. Я не знаю, какая, что он скажет человеку. И вы просто говорите, «Ты знаешь, я, наверное, могу тебе помочь ее решить». Но вы не говорите как. Вы не говорите при помощи чего. И дальше же вступают в силу простой закон MLM-бизнеса, который работает на протяжении 1937 года, 1938 года началось движение в этом направлении, официально с 50-го, с компанией «Калифорния Витаминс», которая стала компанией «Вы». Просто его приглашаете куда-то. Либо говорит, «Давай, слушай, я могу тебе помочь решить. Интернезер у тебя дома есть есть». «Ты знаешь, давай с тобой через 50 минут там вскать и созвонимся, я тебе то, что скажу». И вы созваниваетесь, а через 5 минут у вас презентация. И вы не сами рассказываете о технологии. Я же тебе обещал, что могу помочь. Да, вот ссылка. Я сейчас тоже туда захожу. Заходи. И поговорим через 5-5 часа. Все. Итак, возвращаемся к партнерской программе. Всего 6 квалификаций. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт. Топ-эксперт, да? Шестая. Первая. То есть данная квалификация позволяет людям получать денежные начисления, при этом еще даже если они ничего не купили. Фактически ни одна MLM-компания вам не позволит получать денежные вознаграждения, если вы не стали клиентом хотя бы на какую-либо сумму. Будь там 50 долларов, 100 долларов. Есть огромное количество компаний, которые предоставляют вам возможность получать доход, если вы купили хотя бы минимальные наборы продукции или минимальный пакет услуг. Тогда вы включаете схему. У нас достаточно зарегистрироваться по чьей-либо реферальной ссылке, зайти в личный кабинет, нажать кабинет партнера, высвечивается партнерский договор, и в нем вы ставите галочку, что вы согласны с условиями. Прочитайте сначала, о чем там идет речь. Если вы соглашаетесь с этими условиями, сразу же с этого момента вам доступны реферальные ссылки внутри личного кабинета. И реферальные ссылки вы уже потом можете давать тем людям, которые готовы предпринимать какие-то шаги. А какие-то могут быть шаги. Расширить информацию после того, как они получили первичную. Это наши лендинги. Там их три. Либо сайт. Вы даете свою реферальную ссылку, он выходит на сайт, либо на лендинг. Система помнит, что это ваш партнер. Если он при ознакомлении в этот же момент выхода на ознакомление с информацией нажмет на кнопку регистрации, это ваш реферальный партнер. Либо, если это близкий человек, то ознакомьтесь с информацией. После этого, давай, завтра ты сегодня почитай, посмотри ролики, видео, а завтра мы с тобой решим, что с этим совсем придумаем. Для тех людей, кто готов, получил информацию, говорит, да, я готов зарегистрироваться и прочее, вы просто даете ссылку на форму регистрации ВОК. Либо в ходе того, что вот чем у нас новый кабинет сегодня хорош, он давно уже фунт реализован, то что вы прямо из своего личного кабинета можете зарегистрировать нового партнера. Ему уже на почту придут ссылки, он подтвердится, что он ваш партнер, ну и пошло-поехало. Итак, если вы подтвердили, что вы партнер, есть возможность раздавать свои реферальные ссылки, если по этим ссылкам регистрируются люди и что-то для себя приобретают, и по их уже ссылкам регистрируется кто-то и что-то берет, у вас есть вознаграждение в виде процентов от товарооборота к инвестициям с четырех уровней глубины. 15 с первого за вашу непосредственную деятельность, 4, 2 и 1 со второго, третьего и четвертого. Это партнер. Консультант. Вступай в силу первая, скажем так, ступенька трех обязательно выполненных условий. Первый из них, ваш личный товарооборот должен быть не меньше 100 долларов, он может быть сразу, пакет у нас есть за 130, он может быть накопительный. Кстати, основное преимущество нашим аркетингом он накапливается, все никогда не обнуляется. Вы могли купить за 15, вы могли купить за 30, это получает 45, покупаете за 60, у вас 105. Все просуммировалось. Причем это можно купить за один день, это можно купить на протяжении года. Это ваше право, как вы будете двигаться по партнерской программе. Два человека, если вас повторяют с таким же товарооборотом, тут в принципе автоматически выполняется третье условие. Суммарный товарооборот вашей личной инвестиции, человека в вашем первом поколении, 2, становится более 300. В этом случае вознаграждение на 1% увеличивается на втором, на третьем, на четвертом уровне, это 5, 3, 2 и добавляется пятый уровень. Следующая квалификация лидер. Это уже, скажем так, человек, который начинает управлять коллективом каких-то единомышленников. Это еще может быть не сетевой лидер, но тем не менее, сам он лично купил не меньше, чем на 200 долларов. У нас есть 200 долларов и пакет с хорошим дисконтом сейчас. И минимум 3 человека в его первом поколении купили тоже на 200 долларов пакеты долей нашей компании. Но здесь уже суммарный товарооборот должен быть не менее 2000 долларов США. То есть, ваши 200, 3 по 200, это получается 800. Еще какое-то количество людей, которые могли взять разные пакеты, просуммировались, и сумма должна быть выше 2000 долларов США. Как только это происходит, вы становитесь лидером. У вас значительно вырастает вознаграждение на втором уровне, оно становится уже не 5, а 7, значительно возрастает вознаграждение на третьем уровне, потому что становится не 3, а 5. Четвертый уровень начинает приносить 3%, 5, 2, и добавляется еще один уровень глубины. Это квалификация под названием лидеров. Четвертый уровень, да, квалификация, четвертая ступень карьеры, это тогда, когда уже вы, по сути дела, начинаете управлять сетевой структурой. Почему? Потому что недостаточно просто купить в вашем первом поколении на какую-то сумму денег в пакеты, да, нужно, чтобы в вашем первом поколении было не меньше трех лидеров, трех человек, которые дошли до квалификации лидеров. Это вот как ваша предыдущая квалификация. У них есть коллектив, у них есть коллектив-единомышленники, кто-то инвестор, кто-то партнер. Когда они стали лидерами, три человека, когда ваша инвестиция стала не лучше тысячи долларов, суммарно, опять же, что-то можно сделать один раз, у нас многие люди начинают бизнес, который делают сразу, скажем так, задел на пятую квалификацию. То есть у них инвестиция пять тысяч долларов и выше сразу, потому что и пакет большой, соответственно, долей много, и с этих долей дальнейшим на каждую долю будут раздаваться дивиденды. Итак, коллеги, три лидера, и суммарно ваше первое поколение и ваша инвестиция должна быть не менее пяти тысяч долларов. Происходит это? Пожалуйста. У вас на четвертом и на пятом уровне на один процент вознаграждения возрастает по сравнению с лидером. Вот. Четыре процента с четвертого уровня, три с пятого. И у вас добавляется еще три уровня глубины. Седьмой, восьмой, девятый уровень начинает вам приносить по полпроцента с того большого товарооборота, который может быть уже на тот момент. Квалификация называется мастер. Далее. Квалификация эксперт. Это следующий шаг за мастером. И здесь уже те же три условия, но они выглядят немножко, может быть, мягче. Два мастера обязательно должны быть в первом поколении под вами. Третий мастер может быть в любой глубине, но главное, чтобы он был в другой ветке. Ваша личная инвестиция пять тысяч долларов и суммарная первого поколения у вас десять тысяч долларов. Если это произошло, вы эксперт. Здесь у вас добавляется вознаграждение по сравнению с предыдущей квалификацией вот здесь. То есть, любая инвестиция, сделанная вашими партнерами, будь то новые партнеры, будь то те, что оплачивает рассрочку, либо кто-то из тех, кто был давно, решил себе еще один пакет купить, не 15, а 16 процентов. Казалось, что там 1 процент? Но если сумма большая, это уже чувствительно. И у вас добавляется с десятого по двадцатый уровень 11 уровней глубины, с которых вы начинаете получать 0,3 процента. Это уже лидерская квалификация. У нас большое количество людей, которые стали экспертами. Там уже не один десяток. Соответственно, это люди, зарабатывающие серьезные деньги каждый месяц. Я предполагаю, что есть какое-то количество тех, кто, скажем так, додя до этой квалификации, перестал ходить на работу. На ту работу, на которой он работает. Потому что здесь он начинает получать больше. Здесь он получает удовольствие. Здесь у него, скажем так, раскрылись возможности. Здесь у него есть мотивация. И важный момент. Здесь он может помочь огромному количеству людей. Вы помните просто об этом? Что, будучи активным партнером здесь, вы можете помочь большому количеству людей, которые вас окружают. Я не хочу использовать фразу, что вы здесь становитесь работодателем. Это не совсем так. Но мы людям предоставляете возможность сделать их жизнь лучше. Если хотите, напишите себе большими буквами на стене такой плакат, что я делаю лучше жизнь других людей. И вбейте себе это в голову. Пожалуйста, не держите в голове мысль, что вы кого-то хотите обобрать, лишь бы заработать несколько копеек для себя. Перестаньте мыслить таким образом, и тогда у вас бизнес будет лучше получаться. Последняя квалификация по партнерской программе компании Skyway Capital называется Top Expert. Одно слово топ уже о чем-то говорит. У нас обычно вы используете топ-менеджер, который получает миллионы рублей в месяц, топ-модель, топ-спортсмен, топ-звезда, топ-мегатоп-магазин, который обувиторгует. А в детстве нам говорили топ-топ, это когда человек учился ходить. Ну, вы что, говорят, давай топай. Топ-топ-топ, пошел. Итак, друзья, топ-эксперт. Также три условия. Первое, три эксперта в структуре, два из них обязательно в первом поколении. Второе, личные инвестиции 10 тысяч долларов и более. И третье, суммарный товарооборот вашего первого поколения и ваш должен превышать в либеральной сумме 30 тысяч долларов США. Такие люди у нас есть. У топ-эксперта первое поколение начинает приносить в отличие от эксперта 17 процентов. Добавляется еще 4 уровня глубины по 0,1 процента с 21 по 24 уровень и появляется такое вознаграждение как топ-бонус. Те люди, которые достигли квалификации топ-эксперта, имеют право получать вознаграждение, которое распределяется равными частями между теми, кто эту квалификацию достиг и лидерами, которые развивают они считаются сейчас кураторами регионов. У них своя отдельная мотивационная программа. 1 процент от прибыли компании за месяц от дохода. Пришел, например, 6 миллионов в месяц товарооборот с разных стран. А у нас стран сегодня очень много. Это Европа, не Европа. Это и Азия, это и Южная Америка. Приходят деньги. 1 процент это фонд для оплаты тех людей, кто достиг квалификации топ-эксперта куратор регионов по своей программе. Это хорошие деньги дополнительные к тому, что вы можете еще зарабатывать по партнерской программе. Все, что я вам сейчас говорил по квалификации не торжено в данной таблице. Она очень простая, хотя главная очень важная особенность нашего маркетинг-плана то, что у нас выплаты привязаны к уровням и, скажем так, в зависимости от того, большой товарооборот вы сделали, маленький, неважно. У вас есть процент до такой-то глубины и вы это будете получать. Даже если вас догнали либо обогнали в квалификации. Это одно из преимуществ нашего маркетинга. Четыре у них глубины у партнера, пять у консультанта, шесть у лидера, деятельности, мастера, двадцать у эксперта, двадцать четыре у топ-эксперта. Ну и сумма личных инвестиций начинается с консультанта от 100 долларов до 10 тысяч на топ-эксперте. И суммарный товарооборот первого поколения ваш от 300 долларов на консультанте и заканчивая 30 тысячами долларов и более на топ-эксперте. Это обязательно, скажем так, такие отметки на вашем пути, которые вам нужно пойти. Спортивно-ориентированно. Нашли этот, отметили на карте, побежали дальше. Наш маркетинговый план подразумевает возможности быстро двигаться по карьере, то есть ехать на эскалаторе в лестнице, бежать быстро в лестнице вверх, идти, медленно идти и даже ползти. Ползти по карьерной лестнице, если вы не сильно, скажем так, рассчитываете здесь активно зарабатывать деньги, вы не очень любите людям чего-то рассказывать и так далее, может быть, вы кому-то что-то расскажете. Пожалуйста, хотите так, не вопрос. Но вам заплатят, если вы что-то сделали. Еще бонус, который есть в нашем маркетинг-плане, тот, который является частью маркетинг-плана, называется он бонус за активное создание бизнеса в первом поколении. То есть у нас есть люди, которые неравнодушны, которые, скажем так, не останавливаются на тех трех-пятерых двадцати человеках, которых они пригласили. Тем более, компания у нас работает и первая презентация произошла 24 февраля 2015 года. То есть это длится уже два с лишним года. Они продолжают регистрировать новых людей. Они постоянно делятся информацией о нашем проекте. Они открыты, они горят этим проектом. Им нравится это делать в конце концов. И данный бонус привязан к календарному месяцу. Это главное условие данного бонуса. Но выплачивается он в течение этого месяца. Не по завершению месяца он выплаты пойдет, а прямо в процессе развития бизнеса. То есть если у нас сегодня например 10 число и в вашей структуре было сделано 4 платежа, то за каждое из них вы получили 15%. Это классическая схема. 16 если вы эксперт, 17 если вы топ-эксперт. Как только покупается пятый пакет, неважно какого он размера, за пятый у вас начисление уже идет 16 если вы до квалификации мастер включительно, либо 17 на эксперт и 18 на топ-эксперт. А за предыдущий товарооборот на всех четырех пакетах, которые были суммарно, один процент сверху отдельная транзакция. То есть картина получается, что за каждый из пакетов купленных у вас в первом поколении вы получаете по 16%. 7, 8, 9, 16, 10 если в том же календарном месяце, еще месяц не закончился, уже 17%. А за предыдущий товарооборот на 9 пакетах отдельная транзакция в виде 1% от этой суммы. 13, 16, 19, 17% вам отдачивается за покупаемый пакет. Только покупается 20, за него и за каждый последующий, если еще месяц не закончился, 18%, либо если вы эксперт, это 19, либо топ-эксперт 20. А за предыдущие 19 пакетов, которые суммарно товарооборот, еще 1% сверху. То есть картина будет выглядеть таким образом, что за все купленные пакеты, если это 20 и более, вам заплатили по 18%. Вот такой замечательный бонус. Первое важное условие. Все пакеты, которые по этому бонусу считаются, должны быть куплены в течение одного календарного месяца. У нас внутри ЛК там есть отражение, сколько пакетов у вас купленных в первом поколении. Один человек у вас может купить себе 20 пакетов. Либо 3, либо 7, либо 8. Никто не ограничивает его, скажем так. Он сегодня купил, завтра купил, через неделю купил, там еще 2 дня. 1, 2, 3 пакета в разное время. Все они учитываются. Учитываются пакеты, которые ваши партнеры могут приобретать, на просрочку. Ну и пакеты могут покупаться как новыми людьми, так и теми, которые, скажем так, у вас давно-давно висят. И до этого времени ничего не делали. А сейчас вдруг решили купить пакеты. Мы перешли на 10 этап, похватились и говорили, ехи-палки. Если я 2 года назад купил, я в 6 раз больше акций получил. Пока не поздно буду инвестировать. Преимущества, достоинства нашего маркетинг-плана, я уже говорил, накопительные с самого первого дня, когда вы зарегистрируете, что-то начали делать. Квалификационный уровень у нас первый. Это можно считать плюсом. Многие считают это минусом, потому что в огромном количестве компаний существует так называемая компрессия. То есть, если условия маркетинга не выполняют ваши люди в первом поколении, то там второй на вас влияет, если они там что-то не купили, то притягиваются люди в второй, третий, пятый глубины. И так далее. У нас такого нет. Что, в принципе, на вас накладывают дополнительную ответственность за развитие тех людей, которых вы пригласили именно бизнес развивать. У вас могут быть инвесторы в первом поколении, у которых не нужно топтаться на костях, трясти их, скажем так, позвоночник, за уши и за собой таскать. И так далее. Если не сказали, что я не хочу развивать бизнес, я пока просто буду инвестором, оставка человека в покое на время, потому что всегда к нему можно через месяц, через два обратиться, просто ненавязчиво сказать, слушай, смотри, я вот зарабатываю, у меня там появились люди, там появились люди. Тебе деньги лишние? Да, я хорошо зарабатываю в другом месте. Все, хорошо, спасибо, молодец. Звони, я тут рядом, давай там сходим на рыбалку внизу, там на выходных, либо ты упопьем, шашлыковка едим и так далее, и так далее. Вывод. Я бы говорил, что любой человек, который зарегистрировался у нас, подписал партнерское соглашение, ему идут денежные начисления. Но для того, чтобы выводить бонусного счета, есть еще три условия, в принципе. Многих быстро простакивают, потому что они и пакет покупают, а вот тот, кто не купил, ему нужно купить хотя бы минимальный пакет 15 долларов, для того, чтобы деньги можно было вывезти. Второе, верифицировать свой личный кабинет, свои данные, которые вы делите. И третье, чтобы на вашем счете было не меньше 30 долларов США. То есть, если три условия у вас выполнены, то вы можете деньги выводить на те платежные системы, которые у нас указаны внутри личного кабинета. Просто ваша квалификация зависит от товарооборота, который делаете вы сами, товарооборот партнеров первого поколения. И то, что я уже говорил, у вас никто не может обогнать, вы ничего не можете потерять. В огромном количестве партнерских программ существует ситуация, которая, в принципе, для обычной жизни и для ML-бизнеса тоже странна. То есть, вы вкладываете свою энергию, душу, в людей, которым помогаете развиваться. Вы тратите время, возможно, даже помогаете где-то, некоторыми деньгами помогают, что я не советую делать. И вот этот человек вырос, догнал вас в квалификации, либо даже обогнал. Не так много компаний, которые, скажем так, отслеживают данную ситуацию и позволяют партнерам зарабатывать деньги из тех структур, которые были созданы вами как наставниками, как спонсором, как информационным спонсором. И у нас, даже если вы мастер, например, а под вами топ-эксперт, первым поколением, соответственно, 8 уровней его структуры, у вас же 9, вы будете получать то вознаграждение с товарооборота, которое будет создаваться на 8 уровнях. И не важно, что он вас обогнал. Вы свои проценты получите. Во многих компаниях структуру, которая вас догоняет, забирают навсегда, и вы ее теряете. Либо где-то ставят, скажем так, достаточно жесткие условия, чтобы хотя бы получать копейку вот отсюда. Вы должны сделать много в стороне. У нас такого нет. Про инвестицию 15 долларов я уже говорил, которая позволяет вам зарабатывать. Она совсем небольшая. Найдите мне еще бизнес, который может приумножить ваши деньги в 20 раз и более, и вы можете начать его с 15 долларов. Откройте закусочную копейку, поджарьте семечек, продайте у метро. Все это стоит гораздо дороже. Вас никто не будет заставлять выполнять жесткие какие-то товарообороты либо условия и подтверждать свою квалификацию. Это тоже очень большой плюс. Вы получаете деньги за то, что вы создаете. Если вы стали там мастером, вам никто не скажет через полгода, через год, а ты теперь сделай вот такой товарооборот, чтобы подтвердить, что ты мастер. Огромное количество MLM-компаний имеют эти условия в своем маркетинговом. Высокий процентный код. Мы с дополнительным бонусом с вами посмотрели. Вы можете до 20% получать с того товарооборота, который вы создаете с первого поколения. И в плодо 24 уровня глубины вы можете получать от 7, со 2 до 0,1, до 24 уровня глубины. Тоже очень мало компаний, которые предоставляют возможность получать, скажем так, с большой-большой глубины какой-либо процент. Никто вас не может ограничить количество тех людей, которые могут прийти следом за вами. Есть определенный элемент разумности, элемент правильного отношения к бизнесу или элемент правильного отношения к вашим окружающим, к вашей семье, к детям, к родным, к людям и так далее. Бизнес бизнесом, как говорится, но не надо забывать еще, что вокруг вас есть те, кто вас любит. Возможно, они, скажем так, не активно принимают участие в развитии партнерских программ. Соответственно, самое важное для них это что? Ваше внимание, ваше время. Они бы хотели тоже вместе с вами, скажем так, делать какие-то вещи, которые они делали до того и у вас появились возможные финансовые возможности, что они теперь могут делать что-то большее, чем это было до того вместе с вами. Поэтому не стоит забывать семью, не стоит, скажем так, заниматься бизнесом 26 часов в суток. Поэтому я и говорю, что одновременно развиваться в этом бизнесе и неактивных партнеров вы можете с тремя-пятью, не больше. Потому что у вас есть еще много других дел. Далее. Маркетинг-план нашей компании относится к маркетинг-планам мгновенных выплат. То есть люди делают что-то, под вами происходит товар-оборот, вам практически мгновенно через короткий промежуток времени идут начисления на вашем у нас на счет. И очень важный момент, то что квалификацию, которую вы выполнили, например, вчера были консультантом, сегодня вы стали лидером, в этот же день вы получаете квалификацию лидера, причем через короткий промежуток времени, и следующие начисления, которые по маркетинг-плану идут, если товар-оборот создается, вы начинаете уже получать по следующей процентной раскладке. Большинство компаний MLM, например, бинарные компании, матричные, которые существуют, у них в основном, бывают которые, их очень мало, но основная масса это присвоение следующей уникувалификации по окончанию недели или месяца. В общем, что компании минимум месяц, вот вы выполнили квалификацию следующую, были лидер, стали лидером-консультантом, например, есть много разных названий, но месяц закрыт был 30-м числом предыдущего месяца, вы были еще лидером, вы выполнили следующую квалификацию первого или второго числа, но до окончания этого месяца вы будете получать деньги по квалификации, что у вас была по окончанию предыдущего месяца. Соответственно, весь большой даже товар-оборот, который вы могли создать, процентный доход от него будет меньше, чем бы он мог быть, если вам сразу же присвоили следующую квалификацию. Но правила таковы, что по итогам этого месяца вам ее присвоят и уже с нового созданного товар-оборота вы будете получать больше. Вот у нас такого нет. Вам не надо ждать какого-то количества времени, чтобы, скажем так, от того же действия вам стало идти начисление больше. Ну, вот такой как маркетинг-план, коллеги. У нас сегодня, скажем, не совсем обычное получилось мероприятие. Я где-то постарался передать эмоции касаемо того, что происходит внутри компании с технологией, то, что я видел своими глазами за последние три года, то, что проходило у меня, то, чего я касался, то, что я видел изнутри, то, что я видел снаружи, изменение отношений, скажем так, чиновничьего аппарата, например, представителей Минтранса, либо чего-то еще. Все это вот я видел и я вижу существенную разницу между тем, что было в 14-м году и сейчас. Это даже не разница, это просто пропасть. И пропасть не временная, а я говорю о пропасти в отношении. То, что вот здесь и вот здесь. И сейчас я не могу сказать, что работать легче, коллеги, нет. Наш бизнес очень прост. Но строить его нелегко. Потому что два разных понятия просто и легко. Вы будете иметь отношения с людьми, вы будете с ними общаться. У людей могут возникать самые разнообразные вопросы, даже идиотства, как мы иногда говорим. Но тем не менее, имейте терпение, имейте доброе сердце. В конце концов. Если люди вас только не понимают, то, в принципе, проблема это не у вас. Проблема какая-то у них. Не надо их жалеть. Жалость, она не помогает. Не надо им сочувствовать. Помните, Москва слезам не уйдет. Не учите меня жить, лучше помогите материально. Но с такими людьми может быть бизнес строить не стоит. Вы можете людям сказать, я могу тебе помочь, поддержать. С точки зрения информации, действий каких-то и так далее. Но за тебя я делать не буду. Кстати, очень важный момент. Никогда не делайте за других то, что они могут сделать сами. Не только в нашем бизнесе, а вообще в жизни. Если вы будете ходить за ребенком, который еще не ходит, он никогда не пойдет. Но есть другая еще очень интересная вещь. Если бы ребенку, маленькому, пришить голову взрослого, он бы никогда не пошел. Я думаю, здесь в комнате есть люди, которые понимают, мне о чем я говорю. Когда мы были детьми, мы были истинны, когда мы еще не впитали вот ту атмосферу, то, что мы ничего не можем добиться, что это сложно, что это как-то тяжело и так далее, и так далее. Мы делали те вещи, от которых наши родители радовались. Мы начинали говорить. Это приносило радость. Мы начинали ходить, мы начинали бегать, мы начинали рисовать. И почему-то люди, которых мы горячо любили сами, и не любили нас, очень сильно радовались этому. Правда ли? Но почему, когда мы выросли и хотели, мама, я хочу нарисовать, но уже там при помощи кистей купили, я буду художником, она говорит, это не получится. Она забыла, что когда вы нарисовали ее там, треугольник, где палочки, кружок, это ей переносило удовольствие. И я не хочу никого обидеть, но, к сожалению, так происходит. И вот по отношению к другим людям здесь просто нужно в нашей партнерской программе быть открытым и быть готовым помогать. Но не делай за них. Коллеги, у меня все. Есть ли какие-то вопросы? Я вижу, у меня кто-то задал вопрос. Так, секунду. Два с полным года, новая акция. Друзья, купили акции. Мы в работе никто не понимает. Из-за того, что он предлагал, показывал. Мы теперь отделили от работы. Я дома уже две недели. Может быть, я потеряю работу, расстроен. Я уверен, в сто процентов на англичане никто не понимает. Я живу в Англии. Смотрите, дело в том, что из-за того, что вы живете в Англии, ну, к сожалению, наверное, я не знаю, к счастью, к сожалению, я еще не был на Туманном Альбеоне. Возможно, когда-то побываю. Но могу вас огорчить или обрадовать сказать следующее. Одинаково возникают скажем так потребности и несогласия с чем-то. Неважно, в какой стране вы живете. Вам наиболее высокий уровень дохода, чем у нас. Но, тем не менее, сомнения внутри людей, да, они примерно одного уровня. Поэтому, если вы хотите здесь зарабатывать, да, то ваша задача, если у вас есть наставник, я, правда, не знаю, вы написали свой вопрос, если есть рядом наставник, если есть наставник в интернете, наверное, один из способов, чтобы, скажем так, закрепиться и успешно развивать бизнес здесь, попробуйте подключить вашего наставника, попробуйте попросить его помощи, чтобы он в скайпе с вами начал работать, если он из другой страны и так далее, да, если вы будете продолжать это делать, у вас будут люди. Англичане не понимают, ну, у вас есть еще, возможно, одна сложность, потому что вы сами, наверное, не являетесь коренным жителем Туманного Альбиона, вы приехали откуда и пытаетесь что-то донести. Есть у людей такие сомнения. У нас тоже испытывают сложности, например, вот я просто работал в МЛМ-бизнесе очень долго, да, и к нам приходили люди на презентацию, которые просто на столбе нашли, скажем так, бумажку, я, кстати, никогда так не делаю, никому не советую, расклеиваюсь, приходи ко мне, научу зарабатывать, да, вот. Среднеазиаты, то есть это были киргизы, это были таджики, это были узбеки и так далее, и да, у них вдвойне было сложно донести информацию до москвичей. Вообще, сложно объяснить, что они живут плохо. Это, правда, не надо объяснять, но сам факт, да, то есть когда вам расскажут, что можно жить лучше, они могут вам сказать, а кто вам сказал, что я живу плохо, я же в Москве живу, я же не в этом как-нибудь, не в Козельске где-нибудь, вот, даже не в Астрахани, например, и так далее, у меня же у тебя в количестве жителей, это круто. Так вот, люди среднеазиатских стран, которые к нам приезжали, здесь называют их некрасивым словом гастробайтер, они тоже искали возможность зарабатывать, не только на стройке, не только что-то охранять и подметать, они приходили, и не добивались очень высоких результатов, что где-то внутри они отметали то, что они не местные, то, что они не воспринимаются, не комитетом те, кто здесь живет, и так далее, и так далее. Ладно, конечно, какой вы человек, насколько вы горите проектом, насколько вы готовы помогать, насколько вы несете эту информацию людям, и что в вашей голове не было просто цифр. Вы смотрите на человека, у вас в глазах доллара, перечеркнуто, либо фунты, там, у вас значок немножко другой, либо рубли наши, неважно что. Человек-то человек, это не рубль, это не доллар, это не фунт, это не евро. Человеку иногда, чтобы у вас строилась структура, надо просто достаточно даже внимания. Я не говорю опуститься на уровень того, что вы просто будете уделять внимание, у вас все будет строиться хорошо. Но, тем не менее, внимание, признание, это, наверное, то, чего греет очень многих. Оно греет даже отшельников, мне кажется, которые, скажем так, закрылись где-то у себя в хелье, и уже 20 лет отмаливают грехи, либо что-то еще перед Богом, и так далее. Но такая вещь, как признание, благодарность людская, просто людская благодарность. Были помогли человеку, бабушке улицы перед тебе, она сказала, спаси, сынок, спаси, ты дорогой. Без тебя бы я не знал, что вот с этими железными монстрами делать. А у вас в душе стало приятно. Вы себе можете плечик сделать, зарубка там, я не знаю, перед небом или перед кем-то еще. Если вы так будете относиться к нашему бизнесу, я не могу сказать, что вы станете богатым через месяц, но есть вероятность, что у вас появятся последники, чего я вам, в принципе, желаю. Коллеги, у меня все. У нас сегодня пятница, у нас сегодня, скажем так, день завершающей недели, недели, которая у меня была очень насыщена, мало спал, много говорил, много общался, в душе, наверное, скажем так, с каждым днем огонь загорался все сильнее. Я могу сказать одну вещь, не знаю, я многим говорил, что, в принципе, действительно времени очень мало, потому что, помимо всего прочего, приходится выполнять целый ряд обязанностей, связанных с информацией на сайте, рассылки, еще чего-то, то есть, много функций, проводить вебинары, в конце концов, но у меня, опять же, я в душе где-то очень любил и продолжаю любить малым бизнес, мне вроде бы как снова загорелось желание, то, что я вам рассказываю сейчас, то я буду делать, я просто буду общаться с людьми и предлагать невозможность в будущей жизни. Я уже начал это делать, я уже начал меняться, я уже начал брать контакты людей снова, в WhatsApp, в Viber, и так далее, и так далее. С теми, кто захочет двигаться, мы будем двигаться вместе по нашей партнерской программе и по продвижению технологий юницкого, привлечения инвестиций, реализации проекта, и я думаю, со многими из вас, возможно, в недалеком будущем мы где-то будем пересекаться на лучших пляжах, туристических каких-то местах, озероке окрестности, и у других, слушай, а я тебя где-то видел там по телевизору, ты что-то ничего не рассказывал, а-а-а, это ты тот самый? Я бы очень хотел, чтобы так случилось, и я думаю, мы к этому придем. Всем здоровья и любви денег, коллеги, всем отличных выходных, и кого-то рабочих, кто активно будет вкручиваться, кому-то может отдохнуть. Я, наверное, завтра в часть дня точно обязуюсь поспать с утра. Все, коллеги, спасибо за внимание. Вебинар, который мы сейчас с вами провели, он будет сконвертирован и выложен на нашем канале YouTube. Будете давать кому-то, кто его не видел, может быть, большее количество людей, если информация была нормальная, будет появляться на подобных мероприятиях. Еще раз, здоровья и любви,